Этим утром я помог своей соседке кое с чем, и она сказала мне, я бы вышла за тебя замуж. Я не мог в это поверить. Ты делаешь что-то хорошее для кого-то, а этот человек в ответ угрожает разрушить твою жизнь. Сара, вы мне нравитесь, давайте встретимся завтра. Шо вы говорите, я же замужняя женщина, давайте сегодня. Самую Маркович, что самое ужасное вы делали ради денег? Работал. Спешу напомнить, что мужики это не котята. Не надо брать из жалости, берите самого крупного, игривого и красивого. Пойду на работу, буду не знаю кто. Миша М. Прикинь, банк, из которого меня уволили три года назад, купил банк, в котором я сейчас работаю, меня снова уволили. Шо ж ты такое сделал, что они за тебя так заморочились? Оказывается, чем старше ребенок, тем проще собрать в школу. Сын девятый класс заявил, что ему не надо ничего покупать, у него в школе есть все, пол карандаша с того года, пара тетрадок, а ручку говорит, он на полу в классе найдет. Муж, жене, ты гипнозом владеешь? Нет, а как я тогда на тебя женился? Боже мой, как же мне идет одеяло. Я такой старый, что внуки не верят, что иметь один телефон на всю семью было круто. Удалось решить проблему лишнего веса, теперь весь свой вес считаю нужным. Час пик, в троллейбусе едет мама с дочкой лет 5, мать достает апельсин, чистит его, дает дочке, а шкурки выкидывает приоткрытое окошко. Пассажиры начинают возмущаться, ребенок тоже. Мам, ну что же ты? Пассажира одобрительно подхватывают. У такой мамаши такой воспитанный ребенок. И ребенок заканчивает фразу. Их же в самогон надо класть. Пассажиры начинают.